Праздник Сразу можно догадаться, что мы обязаны в этот день знать правду, как НКВД повсюду выставляло загранотряды, как Сталин всех посадил в гулах, и как мы изнасиловали миллион немок и в конце концов победили фашизм вопреки своему руководству. Поэтому, конечно, надо день тишины на 9 мая, а как же еще молчать и каяться, и никаких танчиков и парадов. СВО при всей трагедийности этих событий имеет эффект очищающего вихря. СВО идет в том числе и против тех, кто соглашается последние 30 лет, что 9 мая – необязательный праздник, что об красную тряпку с молотком нужно вытирать ноги, что Жуков положил миллиарды человек штабелями, ну и так далее. Те, кому нравилась подобная мерзость в последние годы, кто прославлял демократию и культивировал антисоветчину, призывая идти в ногу со временем и развернуться на Запад, чтобы зажить в прогрессивной европейской стране, вы же достигли цели, вы же добились результата, живете теперь в Европе, как мечтали. Ну, хотели узнать, зачем нам нужен парад победы и бряться не оружием? Вот, узнали теперь, получите, распишите. Теперь на нашу землю летят снаряды, а европейские танки стреляют по русским людям. Они хотят, чтобы вымерло поколение победителей, и они хотят взяться за старое. 9 мая никуда не уходила, товарищи мои. Это праздник, который всегда с тобой, Европа. Посмотрите на эту карикатуру. Насколько точно все показали кукрониксы. Не бойтесь, мадам, он на цепи. Англосаксы долго и старательно выращивали фашистское чудовище, наузкивая его на борьбу против всего советского. А потом оно сорвалось с цепи и съело примерно всех. Спасать положение пришлось, да, нам, Советскому Союзу. Гитлер же не все человечество хотел истребить. Он в первую очередь боролся с коммунизмом, с красной чумой, ну, со всем советским. То есть, как Владимир Александрович нынче. Адольфу, как и слугу народа в Киеве, тоже демократическим путем выбирали. Тоже на сменяемости власть настаивая. И на дороге молодым. А штрицу было 43 года, а нашему вот этому, как бы, украинцу, но не украинцу, конечно же, 41. Ровесники почти. Вот не было бы Дня Победы вообще. Догнал бы советский солдат-фашиста до границы Советского Союза, а потом плюнул, махнул рукой и развернулся домой. Граница на замке, дальше сами разбирайте. Какой бы мы увидели Европу сейчас? Урсула фон дер Лайен в форме СС такую? Йенс Толтенберг в фуражке Кригосмарине? Вот мы и отменили Парад Победы. Какой тогда надо было провести бы парад? Фиолетовых меньшинств? Вот мы отменили 9 мая. Что праздновать будем? Фурим? Октобер-фест? Вот мы покаялись, извинились, отдали все деньги и территории заодно. Не жалко. Где и как мы жить после этого должны? И в качестве кого? Да и зачем? Такие дела. Всех с праздником, братья и сестры. Всю родню. Продолжаем работать.